Радость и грусть одновременно. Церемония награждения почетных граждан Астрахани обречена печальным известием. Номинант премии, руководитель региональной организации комитета солдатских матерей Любовь Гарлеманова 2 сентября ушла из жизни. Ей было 72 года. Продолжает традицию, которую уже более 100 лет и находит среди активных лучших, самых лучших и называет имена почетных граждан Астрахани. В этом году их двое, я говорю их двое, хотя немножко с грустью, хотя даже я бы не сказала немножко, в этом году это грустное произношение одного из имен, потому что буквально два дня не дожила Любовь Игнатна Гарлеманова. Это мое личное горе, я знаю, что это личное горе многих астраханцев. Комитет солдатских матерей был создан в регионе в 1994 году. Любовь Гарлеманова была его бессменным руководителем. Она лично выезжала в горячие точки в первую и вторую чеченские кампании, участвовала в обмене военнопленными, навещала раненых бойцов в госпитале. 4 декабря мы должны были отмечать 25-летие, но, к сожалению, произошла трагедия. 72 года ее жизнь оборвалась. У Любовь Игнатны не было сына, у нее была дочь, внуки, но все мужчины, все солдаты, офицеры, генералы для нее были сыновьями, и она никого никогда не разделяла. Получить знак «Почетный гражданин города» вместо Любови Гарлемановой на сцену вышла ее дочь. Награду вручили глава города Алина Губанова и глава администрации Радик Харрисов. Почетным званием удостоили еще одного заслуженного общественного деятеля Юрия Золотова. Он возглавляет региональное отделение Всероссийской организации ветеранов войны, труда и правоохранительных органов. Аплодисменты, дорогие друзья! Наградили в День города и тех, кто долгие годы занимается благотворительностью. Памятный знак «Золотой лавр» получили пять меценатов. Ирахит Минишов, Рустам Халитов, Севинш Гордашова. Среди них два депутата городской думы – Равиль Иенборисов и Алишер Пуддинов. Последние 15 лет, как минимум, я занимаюсь благотворительностью. Еще раз повторюсь, для меня это неожиданно, конечно. Но я благодарю всех тех людей, которые меня выдвинули на премию Золотого лавра. И я, конечно, буду продолжать, как делал, и дальше заниматься благотворительностью и помогать людям. Для лауреатов и награда, и звание – дополнительная доказательство того, что жители Астрахани видят их вклад в развитие города. Анастасия Анферова, Жанна Алиева, Тимофей Кухарчук, Центр новостей.